Приветствую вас. Это я, Александр Щербин. Я сейчас вдогонку запишу еще одну тему, на которую я пока хотел вам сказать. Для чего еще этот канал создан. Этот канал создан именно для того, чтобы я мог тренироваться разговаривать. Потому что в принципе в нормальной жизни я говорил очень мало. Когда происходит съемка, а съемка происходит для основного канала недолго, вернее не часто, как появляется. Хотелось бы чаще делать, но написание сценария и отработка занимают очень много времени. И когда происходит съемка к концу… Видите, съемка у меня 12. Это дубль 2 всего. А таких дублей может быть у меня до 10-12 дублей одной сцены. Смотрите сами. У меня процесс съемки растягивается на часов 8. Это нужно 8 часов разговаривать. Выдержать это очень сложно. У меня к концу все мышцы лица, все эти мимические мышцы просто не работают. И голос сипнет. Там уже происходит не смыкание явное. Это я вчера записывал новое видео, новый фильм. Почему я в нормальной жизни не разговариваю? По разным причинам. Основная из них причина. Кстати, есть такой старый анекдот. В семье английского лорда родился сын. Все счастливы и довольны. Но вот беда. Он не разговаривал. Год ему исполнился. Молчит два года. Молчит три, четыре, пять, шесть, семь. Молчит. В одно прекрасное утро за столом. Вдруг за столом собралась семья, чтобы позавтракать. И вдруг раздается голос юного отпрыска. Кофе холодный. Все. Ой, Гарри, ты заговорил наконец-то. Какое счастье. Почему же ты так долго молчал? Гарри оглянулся. До сегодняшнего момента все было в порядке. Не было такой необходимости. Вот у меня нет такой необходимости каждый день разговаривать с кем-то и с чем-то. Я практически всю жизнь, так скажем, работаю на какие-нибудь там сидели или осидел, паял, что-нибудь там читал, познавал какие-нибудь другие области знаний. Для этого речь не очень-то сильно нужна была. И в конечном итоге я заикаюсь, как вы знаете. И не всегда это у меня получается очень хорошо. И поэтому я предпочитал не разговаривать. А вот тут, ну да, с некоторых пор я стал, для меня это был, так скажем, вызовом научиться хорошо говорить. Я для этого и, так скажем, занялся актерским мастерством и участвовал в всевозможных театральных студиях. Да, и довольно успешно, кстати. Но там, в одной из этих театральных студий мне поставили голос неправильно, как уже потом я выяснил. Я практически постоянно им разговаривал. У меня был зажатый голос. Это вот такой вот. Ну, если вы откроете первые мои видео, вы услышите. Практически все видео, в которых я в бандане – это был зажатым голосом. Такой голос получался ватный никакой. То есть, его спектр довольно узенький, как будто пришибленный такой. И я его загнал якобы в грудь, но высших гармоник не было. То есть, вроде бы и правильно. То есть, это был грудной звук, но там не было вот этого. Вот я попробую сымитировать такое положение. Вот примерно такое у меня звучание было. Зажатое. Вроде бы низкое, но звук такой вот. Вот такой какой-то. Никакой. Ну, вы слышите какой-то звук. Это даже был не субтон. Субтон тоже звучит красиво. Вернее, субтон. Субтоны есть как таковые, но субтоном для речевиков и вокалистов. Это называется немножко другое. То есть, субтон – это, так скажем, звук с придыханием. Вот такой звук с придыханием. Вроде бы и есть основная гармоника, но часть спектра уходит вниз. Но если еще поджать и сделать положение связок соответствующими, получается высшие гармоники добавляются. Не только субтон, но и высшие гармоники. Вот если это убрать, если это убрать, то получается высших гармоник уже нет. Но это звучит очень некрасиво. Я пытался исправлять это изменением эквализации. Ничего не получается. Получалось еще хуже. Потом я стал заниматься. Я нашел нормальные методики для развития голоса. И вот, пожалуйста, вот сейчас примерно более-менее. Я не хочу сказать, что у меня там идеальный голос. Этого нет. Но в принципе я уже знаю над чем работать, как правильно заниматься. И вот я действую. Ну, в общем, примерно так. Хватит, наверное, на сегодня. Я вам сегодня уже много рассказал. Приходите еще, если вам интересно всевозможный мой треп, который не относится к теме основного канала. Познавайте мир. Пока.